А прямо сейчас покажем и расскажем, какие зимние развлечения наиболее популярны в Иркутске. Анастасия Смирнова сегодня выясняла, сколько придется потратить денег жителям столицы региона, чтобы активно отдохнуть в холодное время года. Смотрим. Ажиотаж на иркутских горках сейчас есть не только среди детей, но и взрослых. Несмотря на будний день, здесь, в Академгородке, выстраивается чуть ли не очередь из желающих прокатиться с ветерком. Это понятно и по сломанной груди ледянок, которые не выдержали состояние горки. Но местные считают, что проблемы в этом нет, ведь главное, что аттракцион бесплатный. Сплатная? А зачем, если есть бесплатная и неплохая? Мы же любители халявы. Но не все такие. Как выяснили специалисты, две трети россиян тратят на зимние развлечения от 5 до 20 тысяч рублей. И если на горках в нашем регионе и получится сэкономить, то вот на другие забавы придется раскошелиться. Поэтому горожане чаще выбирают прокат. В Иркутске аренда экипировки варьируется от 1 до 1,5 тысяч рублей за весь день. Тогда как стартовая цена на экипировку для катания на лыжах или сноубордах начинается от 20 тысяч рублей. Ну я думаю, около 30 тысяч в итоге все вышло. Ну в основном одежда только. То есть доска не считается, она бесплатно досталась. Вот только ботинки и кутка и все. Нам пока друзья предоставили доски. Ну я считаю, что скорее всего, если начальный уровень, то, наверное, можно взять в аренду. Либо какую-то старую доску купить. Еще одним популярным местом отдыха зимой по-прежнему остаются катки. Приобретение коньков не так сильно бьет по кошельку. К тому же и их прокат в городе стоит в районе 150 рублей. Правда, бесплатные катки в Иркутске не всегда находятся в хорошем состоянии. По толще снега льда здесь практически не видно. Похоже, здесь давно не проводили уборку. При желании здесь даже не поскользнуться. Тем не менее, люди катаются, ну значит, наверное, нравится. Да, в принципе, это хорошо, нормальный лед, хорошие коньки дают, все отлично. Всем нравится, ну люди ходят. Я последний раз на платном катке был год назад примерно, но качество, конечно, не сравнится. Ну, что здесь очень плохое. Мало того, что не чистят, но он еще и весь в колдобинах. Но это далеко не все способы развлечься в холодное время года. Самым популярным видом зимнего отдыха, согласно данным опроса, стали прогулки. Их предпочитают 28% россиян. А поиграть в снежки не прочь 26% наших соотечественников. И за такое веселье точно не нужно платить, а значит, доступно оно каждому. Анастасия Смирнова, Андрей Назаров, Новости по будням.